Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я безумно рад вас всех видеть. Мы сегодня выкатываем с вами на несколько каток Arl 44. И перед тем, как мы его выкатим непосредственно в замес, давайте посмотрим на характеристики того, что мы имеем. Я, как обычно, не буду останавливаться на подробных технических характеристиках в виде толщины брони, там, сведения орудия, проходимости по грунтам. Ну, короче говоря, на всей вот этой вот шелуховой цифроподобии оценки танка, а поговорим о том, что действительно имеет значение в бою, а в бою имеет значение в первую очередь орудия и что вы им можете. Итак, смотрите, у меня я буду катать его на стоковой пушке и сейчас объясню чуть позже почему. Стоковая пушка имеет в себе 225 единиц урона, что, в принципе, для тяжелого танка 6 уровня уже как бы, ну, не совсем хорошая цифра, но нормально. С учетом того, какая стоит у нас вот башенка, да, у нас получается 15 поднятия вверх и 10 вниз. Башенка та, которую вам придется открыть для того, чтобы перепрыгнуть на следующий уровень. Базовая башня, вот этот вот скворечник, ну, крайне неиграбельная. Итак, что еще? Среднее бронепробитие 135 единиц для 6 уровня, ну, плюс-минус, да, не будем цепляться к словам. Время перезарядки 8,4 секунды, плюс-минус, нормально, но, честно говоря, не хватает. 1600 единиц урона, в принципе, нормально, как для шестерки, для тяжелого танка. Ну, как обычно, хотелось бы, конечно, лучше, но что имеем, то имеем. Время сведения 5,7, устрашающая цифра, честно говоря, для отыгрывания на дальних расстояниях, тогда, когда вам необходимо максимально уменьшить радиус вашего сведения, да, максимально быстро его уменьшить. Ну, и разброс на 100 метров заценим тоже непосредственно в бою. А теперь возвращаясь к вопросу, почему я буду катать пушку именно эту, а не вот эту и не вот эту. Объясняю. Дело в том, что я сейчас снимаю видео о том, как танчик будет играться в руках среднестатистического танкиста, который взял этот танк, начал его играть для того, чтобы пойти по ветке. И для того, чтобы открыть АМХ М4-45, вы навряд ли будете выкатывать вот это орудие, а потом уже аж вот это орудие. И вот, когда вы их выкатали, потратили свой опыт, который зарабатывали на данном танке в боях, и только после этого заново начнете накапливать опыт для того, чтобы открыть АМХ. Ну, вот как-то так. Если вам эта машинка зашла, то вы потом эти орудия и так получите. У меня они почему открыты? Не потому, что я их выкатывал, а потому, что вот это, допустим, орудие 90-мм F3, оно стоит на АМХ следующем, как базовое орудие. Вот оно. То есть, как только вы открываете АМХ, на Арле оно автоматом будет тоже открыто. А вот это орудие 8-го уровня, ДСА-45, оно стоит на вот этом АМХ, как, в принципе, проходное к следующему 9-му уровню. То есть, когда вы будете катать 8-ку и будете идти к 9-ке, а вам в любом случае придется открывать вот это орудие, оно автоматом открывается и на Арле-44. Вот поэтому я считаю, что честным и справедливым будет откатать сейчас катки именно на базовом орудии, на котором вам придется катать этот танк, если вы просто хотите его пройти и попасть на АМХ М4-45. На данный момент у меня по техническим характеристикам и уточнениям все. Погнали в бой, а там уже посмотрим, на что эта машинка способна. Итак, ребятки, мы закатываемся в бой, мы не в топе. И, честно говоря, ну, я бы не сказал, что это хорошо для этой машинки. Она не сильно терпит тех, кто выше по уровню. Но в целом, сейчас посмотрим, на что она способна. Что касается бронирования данного танка, я бы не сказал, что оно там прям хорошее, но оно и не настолько удручающее, чтобы прям плеваться, ну, прям совсем-совсем. От башни отыгрывать, да, можно. В принципе, маска орудия не сильно большая, но башня такой формы, что маска орудия перекрывает практически все, опс, засмотрелся. И, соответственно, если вдруг даже будут прилеты какие-то по бокам, то тоже рандомно может от башни рикошетить. Главное, держать ее прямо, потому что как только вы проходите вот в такую проекцию, сразу вот этот угол простреливается, ну, прям на ура. Что касается времени сведения, поворота башни, ну, вот вам время сведения. И то, что я говорил, что время сведения, ну, удручающее, честно говоря, особенно когда ты отрыггиваешь на каких-нибудь дальних расстояниях. Я вот сейчас поперся, именно поперся, а не поехал на ветку, ну, на, простите, на направление тяжелых танков и сделал очень большую ошибку, потому что за отсутствием поддержки данный танк не является нормально играбельным. То есть его просто начнут разбирать. Вот мы сами у себя в прицеле. Это то, что я говорил, что у него броня, в принципе, довольно неплохая. И лупить будут вот в эти вот щеки, которые по бокам у него. Стоит вам выехать вот так вот как-то ромбом, и, соответственно, вы становитесь зеленым абсолютно, и вас будут пробивать уже в бок. Вот сейчас мы с Аралом просто меняемся уроном, и, в принципе, такие ситуации являются для данного танчика абсолютно не поодинокими. Что же касается пробить его в корпус, это уже задача не из легких, по крайней мере для одноклассников. И в этом абсолютный и безусловный плюс данного танка. А так, в принципе, перезарядка довольно неплохая. То есть, ну, сказать, что ее прям совсем не хватает, нет, ее хватает, она, в принципе, нормальная. Но вот как отыгрывать так, чтобы прям совсем везло, я, честно говоря, на Арле, ну, не смог этому научиться. Подвижность. Назад сдает он вяленько, вперед катится, ну, просто как тяжелый танк, и то все-таки немножечко не хватает. Я так понимаю, что сушку пропускают вперед для того, чтобы она меня сейчас добрала. И на этом для меня игра закончилась. Не повезло мне, довернули сушку после того, как сбил гуслю. Ну, вот теперь давайте посмотрим, куда бьют. Ну, вот бьют нижний бронелист, вверх пробивали. Я так понимаю, что использовалась голда, потому что обычным бронебойным... Но пробить не сильно получается, по крайней мере, Арл на Арл сейчас это показал. Что же касается остального, сейчас досмотрим бой. И, соответственно, выкатимся в следующий и посмотрим, что там будет. Итак, ребятки, силами нашей команды бой закончился победой. Я не могу сказать, что мы прям много зарешали, но в целом свой вклад мы сделали тем, что мы держали направление тяжелых танков, держали Арла до определенного момента. Ну, соответственно, ПТшку на себя отвлекли, которая приехала Арлу помогать. Короче говоря, свою плюс-минус какую-то задачку мы в этом бою выполнили. Нанесли 1200 единиц урона, ну, там, без малого, да. Мы по результатам боя не ушли в минус, а даже получили плюсом практически 20 тысяч серебра, что тоже, в принципе, неплохо, как для танчика данного уровня. И мы заняли третье место в команде по урону. Заметьте, мы не сильно отстали от второго места в команде, но и существенно отстали от Шпица. Но Шпиц, конечно, молодец, красавчик, очень хорошо отыграл, сделал два фрага. И посмотрите на Арла 44-го вражеской команды. Что тоже интересно, 1533 единицы урона, с учетом того, что он прожил дольше, чем я. То есть, по большому счету, он сделал в дальнейшем просто на два шота больше, чем это получилось в моих руках из этого танчика. Вот пока, правда, жизни Арла в реальном бою. Давайте еще на одну каточку закатимся и заценим сейчас Арл, но уже не на линии ТТ, а на линии СТ. Потому что, по моим скромным ощущениям, все-таки на линии СТ данный танчик себя чувствует гораздо лучше. Все-таки СТшки тяжелее пробивают этот танк с проекции прямо, но и, соответственно, от нас там, возможно, будет больше толку. Кто-то скажет, что я бросил наших ТТ умирать, но там есть Йох, там есть Тигр-П, которые, в принципе, если нормально поддержат линию, то когда мы разберемся с СТшками, у нас получится подъехать к ним и помочь. Итак, динамика движения. Возвращаясь к данному вопросу, смотрите, вперед он катится довольно бодро. Сказать, что он медленный, нет. Поворачивается на месте он не очень и набирает скорость тоже, ну, я бы сказал, больше не хотя, чем хотя. Вот вам сведение еще раз на среднем расстоянии и стрельба. Точность данного оружия, она, в принципе, ну, довольно неплохая. Сказать, что он какой-то прям там совсем тугой, абсолютно нет. А вот сведение бы, вот то, что я говорю, немножко бы добавить и было бы неплохо. И альфы, если хотя бы чуть-чуть, хотя бы вот 20-30 единиц набросить, то, возможно, было бы от него в бою чуть больше толку, чем есть сейчас. Так, вот сейчас попытаемся куда-то как-то откатиться, что-то где-то как-то кому-то помочь. Хотя, честно говоря, с учетом запаса прочности, который у меня остался, я даже не знаю, чем и кому сейчас мы здесь можем помочь. Ну, разве что как-то вот здесь вот побыть, попытаться дождаться, когда кто-то из них высунется, ну и, соответственно, сделать какой-нибудь шотик, да, такой, который будет, ну, удачным. Не сильно легко на этой машинке передвигаться. Как только боком она становится, она становится зеленая. Сведение, вот, ну, сначала ты стоишь, 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 а потом только он начинает пытаться сводиться. Прилетело нам вот в башне то, что я говорил, что прилетает по бокам башни. Ну, все именно туда и целят. Если не считать вот этих вот боков, которые прилетало, потому что я просто становился боком, то от морды танк отыгрывается довольно неплохо. Да, здесь, безусловно, необходимо помнить о вот этих вот местах, но спрятать вы их не сможете, потому что как только вы начинаете отворачивать башню куда-то в сторону, вот эти вот углы, да, вот такие проекционные на самой башне, сразу становятся еще большей зеленой мишенью. То есть на данном танке играть от башни у вас особо не получится, но при этом и спрятать ее, отворачивая, тоже не получается. То есть, в принципе, просто терпите то, что вас туда будут пробивать. И не отворачивайте башню, как бы страшно не было, потому что залетит еще серьезней и еще с большей уверенностью и точностью, потому что попасть вот в эти две щечки гораздо тяжелее, чем попасть сразу вот в этот вот огромнейший просто-таки квадрат. 488 единиц урона, один фраг, ну, такой себе, да, будем говорить откровенно, не будем себе вешать медаль на шею. И в нашей команде по урону мы заняли среднячок, да, могли сыграть, конечно, побольше, но не сложилось. Это правда жизни Арла-44 в бою на вот этой конкретно пушке, и, соответственно, на пушечке, на которой вам придется катать, если вы исключительно хотите АМХ, открыть себе и забыть про этот танчик. Хотите получить что-то более годное, да, безусловно, открывайте себе следующее оружие, следующее орудие, но и, соответственно, будет уже ощущение от игры немножко поярче, потому что здесь и средняя бронепробиваемость на 65 единиц становится выше, и урон в минуту на 160 единиц, что для шестерки это существенно, и время перезарядки практически на секунду быстрее. Время сведения, но не становится намного ярче, но хотя бы будет компенсировано разовым уроном, и, соответственно, уроном в минуту плюс временем перезарядки. Ну, вот как-то приблизительно так. А на базовой пушке катался танчик именно так, и будет кататься в ваших руках, пока вы будете пытаться открыть следующий уровень, и, соответственно, катать уже потом семерку. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если вы его оцениваете как хорошее. Я буду очень благодарен вашим подпискам и, соответственно, вашим визитам на мои видео. Всех благ, всего хорошего, и, как обычно, я всегда желаю чистого сердца, исключительно мира вам и спокойствия.